Всем привет, с вами ЛДЗ Ник. Сегодня я бы хотел рассказать об одной из самых важных грузовых линий Латвии, а также о том, как я прошел большую часть данной линии пешком. Сегодня речь пойдет о линии Елгова-Тукумс-2, которая соединяет не менее важные линии, как Елгова-Крусплс и Тукумс-2-Венсплс. Протяженность данной линии 55,8 километров. По данной линии идут грузовые поезда на Венсплс и из Венсплса в сторону Резакна-2 и Даугасплса, после чего в России, Беларусь и другие страны. Пассажирские поезда на данной линии не курсируют с 1998 года. На данной линии расположены две промежуточных станции – Ливберзе и Слампе. Теперь о том, как мне, собственно, удалось прогуляться по данной линии. Рано утром я отправился в Тукумс с целью заснять два Тесла-16 с грузовым по наводке, после чего на первом автобусе поехать в Елгаву, чтобы уже там с друзьями поснимать поезда на Лепую, Можийкиай, Мэйтона, Крусплс. И вот я приехал в Тукумс-2. По прибытию в 6.44 я решил пойти в сторону Елгава, чтобы поискать ракурс. Ранее на Рейлгалере? Да-да, ребятки, я там сижу. Я увидел пару крутых фоток с моста, через который проходит Венсполское шоссе. И я решил, что зайду до следующей остановки автобуса. Следующая остановка автобуса была расположена в районе бывшей ОП Правенис, расположенной в 11 километрах от станции. По пути я нашел очень хороший ракурс на переезде. Я уже предвкушал то, как я буду снимать БТС. И нет, это не тот БТС, о котором вы подумали. А Балты и Странзи это сервис. Первый автобус на остановку у меня прибывал в 10.30. Остановка находилась в 30 минутах ходьбы от меня. И вот я ждал, 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 ждал. И не дождался. Ну, короче, ждал, 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 ждал. А блок участки все были развернуты на Венсполс. Ждал, 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 ждал. И подумал. Попахивает наеб... Но тут мне пишут, что отправление грузового поезда перенесли на 6 часов. И я такой. Да что ты, черт побери, такое несешь. То есть, на моем споте я бы застел грузовой не в 9.30 и даже не в 13.00. С учетом того, что следующий автобус был в 13.15. А мать его, в 15.00. И тогда из этих ебеней я бы смог выбраться только в 19.00. Что меня не сильно устраивало. Учитывая ущербно-слабое грузовое движение на данной линии из-за всего трошака, который творится в мире в наши дни. Собственно говоря, следующий автобус у меня был в 13.15. Но я посчитал, что я бы успел к тому времени дойти до станции с лампы. И, собственно, туда я и двинулся. Спустя час мои дружки мне отправляют видео того, как они засняли 2М62 УЭМ на Венспос. К тому времени у меня оставался буквально один блок участок до слампа. И я был на довольно красивом месте, на котором, собственно, я и решил расположиться. Проходит час, полтора, а УЭМки так и нет. По служебным расписаниям ранних годов, грузовой из Елгавы до слампа доезжает за 1 час 6 минут. Да и само расстояние от Елгавы 38,7 километра. Что же это близогрузовой, который 40 километров преодолевает за более 2 часов? УЭМка какого-то бесследно исчезла. Спустя полтора часа ожиданий я решил преодолеть оставшееся расстояние и все-таки дошел до станции с лампы. К тому времени это уже был рекорд, пройденный по ЖД. 17,1 километр. Но я не подозревал того, что примерно столько же мне еще предстоит пройти. Но об этом по ходу истории. Ну а теперь коротко о самой станции. Данная станция была открыта в 1904 году, когда в эксплуатацию был сдан участок Москва-Венсполс. Станция расположена в одноименном поселке в Тукумском краю. А тем временем я прогулялся по станции, пофоткал и отправился на автобусе в Елгаву с надеждой встретиться с друганами и поснимать поезда там, где они еще более-менее ходят. Между Тукумсом и Елгавой расположено очень много открытой местности. Пейзажи довольно красивые. На дворе было 14.30. Ехал я такой смысл, что через 20 минут приеду в Елгаву и встречусь с людьми. Как вдруг они отправляют видео, где 2Т-116-928 отправился на Венсполс. И тут я начал смотреть, где ЖД по карте. Благо, железная дорога была расположена неподалеку от меня. И я сразу же выпрыгнул из автобуса и побежал на ЖД. И вот через 10 минут разворачивают блок участки и я снимаю его. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, ребят, за 8 часов это был второй грузовой поезд на данной линии. Хотя у меня все еще вопрос, куда, мать его, пропала Уэмка? Заснял я его неподалеку от станции Лифберза, на перегоне Елгава-Лифберза. Станция расположена в 19,3 километрах от Елгавы. Снимал я на 147 километре в поселке Лифберз, когда станция в свою очередь находится в 3 километрах от поселка. Станция расположена в поселке Лифберза-Стация и подалеку от поселка Берза. Данная станция была также построена в 1904 году вместе с открытием участка Москва-Венсполс. Следующий автобус у меня был в 17.15. На тот момент было в 14.40. Тогда-то я решил пройти практически весь перегон Лифберза-Елгава. Мой путь составлял около 16 километров. Тогда-то я и начал что-то снимать, ибо я уже тогда понимал, что попытка всего лишь заснять стошек и потом поехать в Елгаву к друганам обернулась тем, что я прошел 60% от всей линии Елгава-Тухумс-2, или 33,1 километр. И вот наши похождения продолжаются впереди 16 километров. Перегон Лифберза-Елгав был уже более лесистым, в отличие от остальной части участка. Спустя 50 минут наконец-то развернули блок участки и поехал долгожданный 2Т116709 приписанный к Балте. Странно, это сервис. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я уже говорил и ранее, сам грузовой поезд был из Венсполса. И да, это был последний улов за этот день. Дальше шел по перегону, как по колодцу, где ничего не ходит. Эх, а ведь 30-40 лет назад по данной линии проходило около 20 грузовых поездов в день. Ну, не прет масть, иди наешься в сласть. По пути я также застел бывший основочный пункт Бракшки с таким вот необычным зданием. Интересный факт такой, что неподалеку от данной основки родился и жил бывший латвийский президент Карлис Ульманис. Сама основка была открыта в 1931 году. Вот, ребята, 151-й километр. Я прошел, получается, 14 километров Ливбарза-Елгава. В итоге, спустя 3 часа, я дохожу до Елгавы, где меня встречают с теплыми объятиями. Да, нет, 66%. Мне один перегон только осталось чекнуть. Это Зунига. 40 километров, блядь. Да. Угораешь? От Тукумса до Слампы и от Ливбарза до Елгавы. Давай, нужно финальный марш-бросок сделать. Летом. Осталось чуть-чуть, один боку участок нам сегодня пройти. Погнали. Давай. Давай. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бля, не надо! Не надо, а то... Бля, тогда давайте туда пойдем. Людей, давайте туда пойдем. Потом я благополучно доехал до Риги, а потом до дома, на Новый Шпорт. Ах, да! В тот день же Латвия выиграла хоккей против Франции, через чего некоторые прям стали ликовать и распевать песни «Мэн из Балта Юра Крит». «Бля, не надо!» «Ай!» «Мэн из Балта Юра!» Отвечая на вопрос, стоило ли проходить столько километров ради двух заснятых грузовых поездов, я скажу, что в каком-то плане да. Ведь я их заснял с ракурсом, где до меня никто еще не снимал или мало кто снимал. Конечно, жалко, что так получилось с БТС, которого задержали аж на целых 6 часов, но что поделать, такая жизнь. Ну и, конечно же, изведал местность и новые места. Конечно, по делам, такие места лучше ездить по наводкам и на машине, ибо грузовое движение в Латвии уже не такое, как в 2020 году, да и тем более, как в 2014. Ну а если ты заценил или заценил то, как я прошел такое большое расстояние на своих двоих, буду признателен, если поставишь лайк, а если на канале впервые, то подпишешься. С вами был Дозеник, всем удачи и пока!